Наша история полна различных примеров, когда люди совершали нечто такое, что оставалось в светлой памяти на долгие годы. Но что же касается братьев наших меньших? Еще с древних времен собака считалась самым близким и преданным человеку существом. Различные народы воспевали это животное в своих легендах. О собаках писали в мифах Древней Греции, она упоминается в сказаниях северных и африканских народов как неотъемленная часть быта людей. Думаете, они остались на обочине истории и ничем так и не смогли выделиться на фоне человека? А вот и нет. Среди четвероногих друзей человека немало тех, кто по-настоящему вошел в историю. Многие собаки бескорыстно и преданно служат человечеству, а иногда даже жертвуют собой ради спасения людей. Послушайте невероятные жизненные истории самых умных собак в мире и сами в этом убедитесь. Космонавт – профессия необычайно интересная, удивительная и завораживающая. Но вместе с тем и очень трудная. Кто из нас не мечтает увидеть таинственное космическое пространство своими глазами? Но оказывается, в космос могут летать не только люди. Белка и Стрелка – это первые собаки, которые побывали в космосе. 19 августа 1960 года они совершили полет в космос на корабле «Спутник-5». Длительность этого полета составила более 25 часов. За это время корабль 17 раз обошел вокруг Земли и преодолел расстояние 700 тысяч километров. Белка и Стрелка – первые животные, которые совершили полет в космос и благополучно вернулись на Землю. Главной целью полета Белки и Стрелки в космос было исследование влияния на организм факторов космического полета. Благодаря данному испытанию удалось узнать о реакции живого организма на перегрузки, длительную невесомость и космическую радиацию. Кроме этого, были получены сведения о работе жизнеобеспечивающих систем и безопасности полета. Этот полет позволил провести очень полезные научные исследования космического пространства. Подготовка собак для полета в космос началась еще в 1957 году. Были отобраны 12 собак. Подготовка к полету включала пребывание в специальных кабинах малого объема, где собаки находились в условиях повышенного шума и длительной изоляции. Постепенно собаки привыкали получать пищу из автоматов кормления, носить одежду и датчики. Наилучшую приспособленность по результатам тренировок показали две собаки. Белка – лидер команды, наиболее активная и общительная. И Стрелка – несколько более робкая, но дружелюбная. И вот 19 августа 1960 года в 11 часов 44 минуты на космодроме Байконур был осуществлен успешный запуск космического корабля с площадки номер 1. Кабину с собаками поместили в корабль за несколько часов до старта. Во время набора высоты у животных было софиксированное учащенное дыхание и пульс, но они успокоились после выхода на орбиту. Тщательное наблюдение за состоянием и поведением Белки и Стрелки велось на протяжении всего полета. В космосе Белка и Стрелка чувствовали себя нормально. Программа полета была успешно выполнена в полном объеме. Ученые смогли получить очень важные научные данные о влиянии космического полета на живые организмы. Свою дальнейшую жизнь собаки Белка и Стрелка вели при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины. Обе собаки прожили долгую жизнь, а Стрелка даже родила шесть здоровых щенков. Балта родился 10 февраля 1919 года и до памятной зимы 1925 года не совершал никаких подвигов. Он, наоборот, считался достаточно медлительным и даже неуклюжим. Его первоначально использовали для перевозки еды. Вот здесь он был хорош. В суровом климате Аляски доставка еды была очень важным делом, а Балта обладал немалой выносливостью, которая компенсировала его медлительность. Однако зимой 1925 года в шестилетнем возрасте Балта был призван на настоящую службу. В городе Номе разродилась эпидемия дифтерита. Заболели практически все дети, а местная клиника не могла предоставить лекарства, их просто не было. Ближайший населенный пункт, в котором оказалось в наличии лекарства, город Анкоридж. Оттуда Балта и доставил необходимую вакцину. В честь этого подвига животному даже поставили памятник. В перевозке сыворотки участвовали и другие собаки. Так рекордный отрезок пути преодолела упряжка во главе с сибирским хаски Тога. Храбрый и сильный пес дважды проявил себя во время поездки, а также смог верно найти дорогу, несмотря на сильный мороз и метель. Последний отрезок пути преодолела упряжка во главе с Балта. Гунар Каасен, погонщик упряжки и его верный Балта просто совершили чудо. На пути из-за усилившегося снежного бурана, как вспоминал Гунар Каасен, нельзя было различить даже пальцы вытянутой руки. Балта все же безошибочно вел упряжку, а однажды спас всех собак и погонщика от верной гибели. Он инстинктивно почуял впереди реку Топкок. Пес резко остановился и задержал упряжку. Он был единственным, кто сумел почуять опасность. Впоследствии пёс стал известным героем. Его фото попали в СМИ, а позднее в честь подвига мужественных и сильных животных создали мультфильм. В рейтинге самых знаменитых собак в мире почетное место занимает Акитоину по имени Хатико. Это удивительная история верности и преданности. Пёс провел много лет в ожидании хозяина, который скоропостижно скончался. Профессор Хидасабура Уэна каждый день выходил на работу вместе с Хатико. Пёс ежедневно провожал и встречал хозяина на вокзале. Но в мае 1925 года хозяин не вернулся. На работе у мужчины случился сердечный приступ, и врачи не смогли его спасти. Полуторагодовалый пёс ждал профессора каждый день. Неделя за неделей прибегал на станцию. Япония узнала историю верного пса в 1932 году, когда один из журналистов опубликовал статью про Хатико, а также его фото. Рассказ о том, что пёс ждёт на станции своего умершего 7 лет назад владельца, потрясла японцев, а затем и весь мир. Всего преданный Акитоину безуспешно прождал профессора 9 лет. За это время пса пытались взять к себе разные люди, но он не признавал никого, и каждый день спешил на станцию, чтобы дождаться своего человека. Судьба этой собаки несколько похожа на историю японского пса Хатико. В 1974 году пассажир одного из рейсов, направляющихся из Москвы в Норильск, собирался улететь с овчаркой. Но взойти на борт мужчине не удалось. У пассажира не было ветеринарной справки на собаку, а без этого документа бортпроводники отказались его пропустить. Пассажир попытался спорить, но потом просто снял с животного ошейник и отпустил. Подумав, что её выпустили погулять, собака убежала. А когда вернулась, самолёт уже взлетал. Следующие два года собака прожила на аэродроме Внуково. Она встречала самолёты в надежде встретить хозяина и никому не давалась в руки. Сотрудники аэропорта назвали её Пальмой и подкармливали. Спустя некоторое время доверие животного удалось завоевать Вере Котлеровской, доценту педагогического университета из Киева. Женщина сумела найти подход к Пальме и забрала её домой. Ещё одной знаменитой собакой в мире считается пёс из швейцарского монастыря святого Бернара. Именно там стали выводить животных, способных находить и спасать замёрзших в альпийских горах людей. Одной из известных собак-спасателей стал Синбернар по кличке Барри. За всю свою жизнь отважный пёс выкопал из снега и согрел своим теплом около 40 человек, в числе которых был и маленький ребёнок. Пёс нашёл мальчика в снегу и смог не только разбудить, согреть малыша, но и доставил его в монастырь на своей спине. Ньюфаундлины издавна помогали спасать людей из воды. Благодаря своей выносливости и силе эти собаки-пловцы способны преодолевать большие расстояния и справляться с волнами. Одним из известных четвероногих спасателей стал Танг. Корабельный пёс, спасший пассажиров парохода Ити в 1919 году. В канун Рождества корабль не мог причалить к берегу и высадить людей из-за сильнейшего шторма. Ледяная вода и буря не позволяли никому из людей подплыть к судну, чтобы взять канат и притянуть его к пристани. Тогда за дело взялся Танг. Он зажал в зубах конец верёвки и поплыл к берегу, где передал канат спасателям. По канату люди с тонущего парохода переправились на сушу. Отважный танк, спасший жизни команде и всем пассажирам судна, стал национальным героем Канады и получил медаль. На берегу залива в Сент-Джонсе стоят две собачьи фигуры – Ньюфаундлина и Лабрадора. А всё потому, что в Канаде существуют одноимённые провинции, где собаки этих пород продолжают помогать людям и сегодня. Немецкая овчарка Лео работала в аэропорту Амстердама в течение девяти лет. Благодаря собаке-таможеннику удалось арестовать около 300 человек, пытавшихся перевести наркотики. За успешную борьбу с контрабандистами пса даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. После окончания службы Лео отправили на заслуженный отдых в специальный отель для пожилых собак, а также назначили пенсию. Во время Великой Отечественной войны сапёрам Советского Союза активно помогали собаки. Животные умели обезвреживать минные поля, расчищать заминированные здания и объекты. Одной из известных собак, вошедших в военную историю, стала европейская собака Джуль Барс. Этот умный и старательный пёс сумел обезвредить около 7,5 тысяч мин. За боевые заслуги собаку даже наградили медалью в 1945 году. После окончания войны Джуль Барс сыграл роль в советской экранизации фильма «Белый клык». Ещё один четвероногий участник Великой Отечественной войны – овчарка по кличке Дина. За всю свою удивительную жизнь собака успела получить профессию диверсанта, а также минёра и истребителя танков. Дина активно участвовала в так называемой рельсовой войне на территории Белоруссии, а также смогла подорвать рельсы перед немецким эшелоном и пустить пояс под откос. Список великих собак, оставивших свой след в военной истории, продолжает Мухтар. Во время войны пёс спасал бойцов, приносил медикаменты, приводил в чувство тех, кто был без сознания, а также вытаскивал советских солдат с поля боя. Известная собака-санитар спасла жизни более чем 400 раненым. Мухтар вытащил и своего проводника Ефрейта Разорина, получившего контузию и заразорвавшегося рядом снаряда. Маленький Джек Расселтерьер Бутти стал первой собакой, посетившей оба полюса Земли. Вместе со своим хозяином Ранульфом Файнсом и его супругой он отправился в экспедицию. Путешествие продлилось с 1979 по 1982 год. После него пёс стал настоящей знаменитостью в Англии и даже получил звание собака года. Родился весёлый на одном из островов архипелага земля Франца Иосифа на острове Рудольфа, где в то время работала метео- и радиостанция. Именно его решили отдать в команду Папанина, чтобы он развлекал людей и охранял их от белых медведей. 21 мая 1937 года нескольких специалистов и пса Весёлого высадили на лёд в 20 километров от Северного полюса. Через две недели лагерь был готов, после чего самолёт улетел, оставив четырёх людей и собаку. Зачем же Папанин взял его в экспедицию? В основном для поднятия духа товарищей. И действительно, как вспоминал он позже, иной раз просто подойдёт, заглянет в глаза, повиляет хвостом и веселее на душе становится. Пёс всегда пребывал в хорошем настроении, а жизнь и работа на полюсе была очень трудной. В этих местах полгода стоит день, а полгода – ночь. Средняя температура зимой – минус 40 градусов, летом около нуля. Ветры, метели, трёхметровый лёд трещит и порой ломается со страшным грохотом. Получать и передавать научные данные нужно было каждый день, и люди работали в любых условиях, не щадя себя. Весёлому тоже довелось поработать. Когда очищали полосу для аэродрома от острых кусков льда, его запрягали в санки, и он отвозил этот лёд за край поля. А ещё он круглые сутки работал на полярной станции сторожем. Громким лаем предупреждал полярников о приходе белых медведей. Немецкая овчарка по кличке Санта фон Хаус Сигельмайер или Биджей сыграла главную роль в детективном сериале «Комиссар Рекс». Во время отбора Биджей честно обошёл других претендентов, которых было не менее 40. За время съёмок, продлившихся с 1994 по 1999 год, пёс выучил множество команд, а за одну серию получал гонорар в размере 15 тысяч долларов. Даже после выхода на пенсию четвероногий актёр долго оставался богатейшей собакой в мире. Среди знаменитых собак в мире кино можно выделить вымышленную героиню породы Колли, верную и смышлённую Лесси. Фильм про породистую собаку был снят на основе романа Эрика Найта, вышедшего в 1940 году. Роман – это история невероятной собачьей преданности, переведённая на 25 языков мира и экранизированная несколько раз в период с 1942 по 1990 год. Реальным прототипом Лесси стала собака, принадлежавшая писателю. Найт, воспитывающий пса со щенячьего возраста, заметил выдающийся интеллект Колли. А собака настолько привязалась к Эрику, что каждый день встречала хозяина у ворот его фермы. Популярность Лесси была настолько велика, что вымышленную Колли даже наградили звездой на Голливудской аллее славы. Афганская борзая по кличке Снапи стала первой в мире клонированной собакой. Она появилась на свет в 2005 году из клетки, взятой из уха пса такой же породы. Имя Снапи образовано от SNA – аббревиатуры Национального университета в Сеуле, а также английского слова паппи – щенок. Вот они какие, знаменитые собаки! И пусть их слава не так велика, как у знаменитых людей, ведь животные наши меньшие братья, значит и слава у них чуть поменьше. Тут все по-честному. Зато любви и радости лохматые знаменитости дарят людям очень много. Спасибо вам за это, дорогие собаки! А всем любителям собак рекомендуем почитать эти замечательные книги о наших четвероногих друзьях. Продолжение следует...